В рамках единого дня информирования 16 декабря состоялись встречи информационно-пропагандистских групп Сморгонского райисполкома с трудовыми коллективами и населением района. Информационно-пропагандистская группа под руководством заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяков встретилась с коллективом Сморгонского завода оптического станкостроения. Главная тема встречи – Конституция Республики Беларусь, политико-правовой фундамент, единство народа и его социальной защищенности. С докладом выступила начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Сморгонскому району Ирина Карабинская. Она подробно рассказала об истории Конституции, референдумах и изменениях, которые вносились в главный закон страны. Также Ирина Леонидовна остановилась и на вопросе подготовки к предстоящему референдуму по внесению изменений в Конституцию. Актуальным сейчас является вопрос безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников. Недавно был снят запрет на продажу пиротехнических изделий, поэтому заместитель начальника Сморгонского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Валерий Хвасько подробно рассказал о требованиях к условиям хранения пиротехники и правилах безопасности при ее использовании. Валерий Иванович коснулся вопроса пожарной безопасности и призвал всех присутствующих проверить исправность электропроводки и печного отопления. Напомнил о важности пожарного извещателя. Также сотрудник МЧС затронул тему безопасного поведения на водоемах в зимний период и призвал не выходить на тонкий лед. Об уважительном отношении к правам и достоинству инвалидов и создании условий для их комфорта рассказала главный специалист отдела Государственной службы управления по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома Ирина Максимова. В Республике Беларусь предпринимаются значительные меры в сфере обеспечения реализации прав людей с инвалидностью. Им гарантирована социальная поддержка со стороны государства в виде денежных выплат, предоставления государственных социальных льгот и гарантий, оказания социальных услуг, обеспечения техническими средствами социальной реабилитации. Удельный вес инвалидов в общей численности населения Сморгонского района составляет 5,5%. В органах по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома состоит на учете 2696 человек с различными группами инвалидности, а также 233 ребенка-инвалидов в возрасте до 18 лет. Для защиты интересов людей с ограниченными возможностями, повышения качества их жизни в Сморгонском районе создан Совет по проблемам инвалидов. В районе функционирует территориальный центр социального обслуживания населения, которым оказывается ряд услуг людям с инвалидностью, а также проводится обследование условий проживания данной категории граждан. Заместитель начальника Сморгонского РОВД Анатолий Счастный раскрыл тему ответственности за регистрацию на интернет-ресурсах, признанных экстремистскими, распространение экстремистских материалов в интернете. Он призвал граждан, прежде чем подписываться на различные каналы, убедиться, что они не относятся к экстремистским. Также Анатолий Станиславович затронул вопрос коррупции, привел примеры преступлений в этой сфере. В последнее время стали учащаться случаи мошенничества в интернете. Докладчик рассказал присутствующим об основных схемах мошенников, объяснил, как правильно себя вести и что необходимо знать, чтобы не стать жертвой преступников в сети. Итоги встречи подвела заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяка. Татьяна Николаевна также ответила на вопросы, волнующие работников предприятия.